несчастная я расстроили меня перед балом почему я все должна сама делать работаю как лошадь бегаю хлопачу выпрашиваю вы спрашиваю упрашиваю очаровываю а вот и знакомый дом посмотрите это тот дом который ровно год назад я чуть было не купила вот на втором этаже там где флаг английский висит на окне видите да вот эту квартиру я хотела покупать но отказалась вовремя много мне там что не понравилось и вот сейчас видите здесь просто и и опять сдают вот лет бай это значит на сдачу эта квартира так желающих ее купить и не нашлось значит я была права нужно сначала приводить эту квартиру в порядок а уж потом ее продавать те кто желает посмотреть и вспомнить как это было мое видео вверху для вас решила попить кофе в очередном кафе на пути своего следования здесь в основном как вы видите пьют пиво очень распространенный напиток в англии пиво пьют и мужчины и женщины и и очень помногу под грандиозный вид отсюда если вам видно вдалеке виден cover down и сегодня у нас 12 июля плюс 18 и обещают завтра дождь так что наслаждаемся сегодня хорошей погодой завтра может все смениться я сижу жду девушку чтобы заказать свой кофе ай сегодня даже у нас не просто так а музыка звучит каникулы странно то что иногда в ресторанах и в кафе музыканты поют и играют гораздо хуже чем музыканты на которые стоят на улице помните я вам показывала через я взяла сегодня капучино но вот в таких разовых стаканчиках теперь у нас дают кофе для меня это музыка какой-то как афония звучит ну а вам может быть опять будет интересно посмотреть на коренных англичан вот они как раз здесь сейчас перед вами и сидят посмотрите здесь и пары и просто друзья и больше мужчин чем женщин а еще обратите внимание что все разных возрастов то есть здесь у нас как раз очень интересная собралась такая публика на любой вкус посмотрите здесь у нас всего лишь навсего раз два три женщины она вот там еще две девушки наверху их плохо будет вам видно а вот здесь которые сидят на территории этого кафе раз два три четыре женщины и раз два три четыре пять шесть семь восемь девять мужчин вот так вот вот видите какая в англии преобладает категория граждан это мужчины и чаще всего мужчины от сорока и старше там у нас еще и гуляют посмотрите вдоль по дорожке про гулочной как раз по которой и я гуляла с вами что еще я хочу заметить вот и все посмотрите сейчас я поверну на камеру аккуратно здесь сидит еще одна пара у нас и вот тоже часто обращала внимание что женщины в паре бывают старше или выглядят старше по крайней мере вот эта женщина просто похоже к что мама его как в том фильме помните это что мама твоя нет это моя жена скажем так так чаще всего бывает ну не чаще всего но случается но Субтитры делал DimaTorzok Сейчас приезжают на выходные. Открылся уже сезон отпусков. Они все в спасательных жилетах. Они здесь на пристани ждут лодку. Сейчас поедут просто на прогулочку по проливу Солон покататься. Лодочки такие маленькие. Всего на 4-х человек. 4 или 6. Вот сейчас на вот эту лодочку сядут еще 6 человек. А низкопосаженные, это надувные моторные лодки для прогулок. Посмотрим, сколько их там сядет. Уже 4. 4. Ну вот, смотрите. Кстати, не знаю, сколько обычно это мероприятие стоит. От 12 до 15 фунтов с человека. Вот за такую прогулочку 15-минутную. Ну, наверное, и здесь так же. Посмотрите еще, какие... Ага, сколько сели. Вы заметили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8 человек, по-моему, погрузилось на эту лодку. Посмотрите, вдалеке припаркованные, пришвартованные вот эти желтенькие лодочки. Очень красивые. Это парусные лодки маленькие. Здесь их много. Частные лодочки, конечно же. Ну и вот почему я обращаю ваше внимание, что вот они такие желтенькие. Дальше там есть еще и белые разного цвета. Но вот преобладающее количество вот этих желтых блестящих. Потому что здесь в яхт-клубе как раз и делают на продажу вот такие лодки. Вот они, эти яхты стоят здесь на продажу возле яхт-клуба. Много велосипедистов у нас здесь. Очень распространенный вид отдыха. Парами обычно, даже еще и с детьми. Любят путешествовать на велосипедах англичане. Вот еще одна лодка, видите, показываю вам. Подходит, чтобы забрать очередную порцию туристов. И посмотрите, какая здесь чистая вода. Вода теплая сегодня. Но купаться желающих особенно нет. Именно потому что прохладно и ветерочек. Велосипедисты приезжают с материка целыми группами. Вот видите, так вот они упаковываются с автомобилем. И потом на целые выходные здесь ездят везде на своем уже транспорте на велосипеде. Очень много сегодня у нас отдыхающих. Посмотрите, на выходные стараются приезжать те все, кто здесь поблизости. Саус Хэмптон, Портсмасс, а, конечно же, Лондон. И вот обеденное время. Посмотрите, как у нас здесь бизи очень занято все. И даже говорят, что 40 минут надо ждать. А я продолжаю свою великолепную прогулку по побережью. Стараюсь показать вам какие-то наиболее красивые места, приятные для обозрения. Также, друзья, я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Вы знаете, как-то я уже особенно не заостряю внимание на тех неадекватных зрителях, которые порой заходят на мой канал. Я обычно не хочу уделять им внимания. Но вот, вы знаете, случилась опять очень неприятная история. Когда я сообщила на своем канале, что я сделала прививку, вы знаете, десятки людей стали мне писать оскорбления в буквальном смысле слова. что вот якобы я проплаченная, что я, значит, вот специально делаю такое видео, потому что мне за это заплатили. И вы знаете, оскорбления просто неимоверные. Даже начался какой-то неадекватный такой диалог между многими. Так вот, я хочу сказать, друзья, я свой канал открывала для того, чтобы самой быть позитивно настроенной и свой позитивный настрой также и пытаться донести до своих зрителей. Я не могу сказать, что я не расстраиваюсь по этому поводу, когда начинают оскорблять не только меня, но и моих подписчиков, моих зрителей, и когда начинается вот такой вот неадекват на моем канале. Хочу сразу сказать, что я удалила, заблокировала больше 30 человек сразу, которые позволили себе оскорбления и нападения агрессивные и на меня, и на моих подписчиков. Я также хочу предупредить тех, кто смотрит мой канал, пожалуйста, не переносите свою злобу, своё недовольство жизнью и свой негатив на канал и на моих зрителей. Мне даже многие опять написали в личку и жалуются, они просят защиты. Поэтому я хочу ещё раз прояснить. Конечно, я дорожу каждым своим зрителям. Конечно же, я дорожу каждым подписчикам. Но, вы знаете, я лучше оставлю на своём канале 30 или 40 тысяч адекватных, здравомыслящих, позитивно настроенных людей, нежели я буду гнаться и оставлять 60 или 70 тысяч, включая неадекватных. Так что предупреждаю сразу, пусть у меня останется меньше, но всё-таки уважение друг к другу прежде всего. Я считаю так. И если вы не согласны с позицией другого, если вы считаете свою точку зрения наиболее правильной, то пусть она останется с вами. У каждого есть свой взгляд на вещи. Ну вот, поэтому уважайте мнение других. Не надо никого, ничему учить, поучать и тем более ещё и оскорблять, если человек сделал не то, что вы хотели и не так, как сделали бы это вы. Ну вот, я думаю, что я на этом больше заострять своё внимание не буду. Я думаю, что вы поняли то, что я вам сказала. Давайте, друзья, оставаться всё-таки. Лучше будем лучше относиться друг к другу. И тогда наша жизнь будет краше. И тогда каждому будет легче существовать на этой планете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!